Я понимаю ксенофобию как ненависть к другому. Этот человек, который является другим, просто другим по цвету кожи, по разрезу глаз, я не хочу, чтобы он был рядом со мной, то есть я его боюсь, я его ненавижу. Я думаю, что это достаточно иррациональный страх, потому что, ну как-то, я не знаю, просто отсутствие эмпатии, наверное, какого-то понимания, сопереживания. Дети, которые приехали в Россию из Средней Азии с родителями вместе, они приходят сюда и изучают русский язык. Как зовут этих мальчиков Миша? Миша, Сергей. Есть вот эта вот жажда знаний, они не знают, но они очень хотят узнать. И они действительно очень открытые, очень добрые, и понятно, что у них там какой-то дефицит общения, да, у них не хватает каких-то друзей, знакомых, которых у них было много на родине. Хорошо. Красный. Красный? Красный. Ну, давай, еще, давай, покажи красный. Меня зовут Сайка, мне еще 16 лет. Шукралиев Альсбек. Я 13 лет. Меня зовут Тахира, 24 лет. Мама Швея, а папа не знаю. Я из Крылстана. Я русский не знаю. Знаешь, знаешь? Нет, я понимаю, что есть, конечно, целенаправленные усилия на то, чтобы разжигать межрасовую, межнациональную розню. Нужно понимать, если ты империя, да, или хотя бы бывшая империя, то осколки этой империи, естественно, будут стекаться в метрополию, да, потому что здесь деньги, здесь работа. И вместо того, чтобы бояться, что отнимут рабочие места или понаедут приезжие, да, нужно как раз вкладываться в то, чтобы были и, ну, поддерживать те страны, в которых нет этого, да, то есть откуда приезжают. То есть если у нас есть возможность поддерживать свою экономику, да, еще и чужую, то почему бы не поддерживать ее, то есть не выкачивать деньги из регионов или из стран, да, а как-то каким-то образом создавать рабочие места и делать возможным достойную жизнь в регионах. Это место обладает такой аутентичной атмосферой именно, которую можно найти в Китае обычно в местах, в каких-то таких общепита. Я отношусь очень хорошо к людям, которые здесь работают, потому что они очень дружелюбные, всегда помогают и даже вот без слов, потому что я китайским не владею. Я достаточно лояльно отношусь к мигрантам до тех пор, пока это не выходит, например, на какие-то рамки, там, пока не нарушают законы какие-то. Излишняя миграция, наверное, для страны это не очень хорошо, но с другой стороны, если подумать, люди же едут не просто так сюда, да, то есть, во-первых, у них есть какие-то на это причины, да, то есть политика внутренняя Китая, да, к этому располагает, а с другой стороны, насколько хорошо там функционирует наша миграционная политика. Если подумать о том, да, что такое ксенофобия, там, боязнь других культур, там, да, боязнь иностранцев, мне кажется, что это боязнь во многом берется из-за недостатка какого-то образования. То есть, если вот человеку проще чужое отринуть, нежели сесть и разобраться, чего там особенного у них есть. Мы должны, я думаю, воспитывать своих гостей, да, всех приезжающих в нашу страну, потому что есть поговорка, да, что мы не ходим в чужой монастырь со своим уставом, и там есть какие-то правила. Наверное, наши правила, может быть, работают, ну, не очень хорошо работают, да, если такая ситуация складывается, наверное, нужно что-то с этими правилами сделать. Спасибо. 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 Спасибо.